Так как материал очень кривой, делать ровно лучше уже по месту. Да, мы сделали грядки из 50-й доски, и следующая грядка находится полностью на свету. Каждому растению хватает света. Привет, Ворумхаус! Мы находимся недалеко от Челябинска, буквально в 5 километрах, в СНТ. И сегодня я вам расскажу о своих обалденных высоких грядках. Сад довольно старый, ему примерно лет 40. Здесь есть много взрослых деревьев, яблони, сосна, ну и все в таком духе. Сады советские, участки по 6 соток, близкие заборы, и поэтому у нас здесь довольно тенисто. Сам участок находится в низине, здесь довольно влажно. И в связи с этим у нас, конечно, были определенные проблемы с стандартными грядками, которые были вот на этом месте. И поливала я, кстати говоря, знаете как, распрыскивала вот так вот, втыкала, она мне поливала все, и вот это все росло. Поливались дорожки, поливались сорняки. Сорняки были шикарные, но помидоры в этом всем терялись. Ну, не только помидоры, вообще все, что я туда садила. И самое-самое-самое ужасное, что у меня было, это слизни. Я такого вообще, ну, я не знала, что это может быть такой большой напастью. Они были везде, они ели все. То есть вообще в интернетах пишут, что слизни не едят помидоры. Ну, я вам так скажу, очень даже едят. У меня в том году, когда помидор только-только потрагивался красненьким, в него зарезал слизень. А им легко было до туда добраться, что вокруг-то трава, а не по ней, оп, и на него, или даже по самому помидору. И сжирал все изнутри. Слизни у меня также остались в соседних грядках. Я там покажу, у меня есть там один помидор, который вот в данный момент жует слизень. Там у меня все то же самое. Слизней такое же количество. Но мои помидорки никто не трогает. Их никто не ест. Я тут не полю. Ну, то есть вот то, что сорняки какие сейчас есть, ну, вот у меня, ну, там что-то кусочек одуванчика, да, еще что-то. Я, по сути, не полола здесь ничего. Единственное, что я делала, я вот так вот ворошила мульчу, и какие сорняки могли пробиться, они вот таким образом исчезали. То есть вот сейчас вот я при вас тут, в принципе, первый раз полю. У меня единственное, что пробивается снизу, это вот этот вот вьюнок. Ну, вот опять же, он вот так вот очень легко выдирается и выкидывается. И все. И больше-то ничего нет. Из-за того, что земли очень хороший состав, из нее все очень легко вырывается, она очень рыхлая. Где-то зацепился все-таки. Ах ты ж. Ах ты ж. Ждите. Вот он. Опа. Вот это, собственно, и все. И причем, что это все можно сюда же и скидать, оно и будет им мульче. И трудозатраты по уходу за растениями на этих грядках, они вообще не соизмеримы. Во-первых, я в жизни не видела, чтобы помидоры дорастали до вот таких вот масштабов. Я метр семьдесят, да? Как бы тут, ну сколько, два метра помидоры. И причем, что они не то, чтобы пошли в листву. Там и плодов много. Ну, тут у каждого сорта по-своему, но много, как по мне. Учитывая, что я только их поливала раз в неделю и подвязала один раз. И все. То есть я считаю, что для этих трудозатрат это потрясающий результат. Потому что я не ходила вокруг них, я с ними ничего особо не делала. И не подкармливала. Ну, серьезно, вот подвязала один раз и все. Ну и поливала. Да, это полтинник. Да, мы сделали грядки из 50-й доски. 100 на 50 шестиметровых досок мы взяли. Кубометр. И, как вы знаете, в этом году с ценами на дерево произошло что-то невероятное. Всю жизнь куб стоил там 5-6 тысяч рублей. Тут внезапно я, получается, за всю партию, включая доску и брусок, 50 метров погонных бруска, 50 на 50, и за шестиметровую доску 100 на 50 я отдала типа 17 600. Да, 17 600 – это довольно много на грядке. Я тоже так считаю, на самом деле. Но получается, что альтернатив как таковых нету. Потому что делать грядки из железа, ну, некрасиво, во-первых. Во-вторых, некрасиво. Да, дерево гниет, это понятно. Но пока вот этот полтинник сгниет, во-первых, сколько времени пройдет. Во-вторых, скорее всего, я уже захочу себе что-то тут переделать и сделать себе другой огород. Я вообще не сторонник строить что-то, делать что-то на века, потому что в каждый период времени у тебя разные потребности, и они могут не совпадать с твоими потребностями даже год назад. Поэтому загниет, поменяем. Вот сейчас получилось где-то вот столько грунта. То есть по факту не такая уж высокая грядка, не так уж и много пространства. Надо понимать, что 50-я доска так или иначе какое-то утепление в себе несет. Это все равно какой-то слой. Что-то она там сдерживает, я не знаю. Ну неспроста вот здесь вот так выросли, а там вообще не выросли. Я ухаживала за ними одинаково. Наверное, в этом что-то есть. Во всей этой конструкции, во всем этом симбиозе факторов вот такие помидоры. Да, это кажется немножко чересчур, потому что, ну, полтинник на грядке, ну, это немного как будто глуповато. Но вообще конструкция получилась обалденная, потому что грядки не распираются землей, они небольшие, у них ширина всего 80 сантиметров, длина получается 2,5 метра и 2 метра. Такая конструкция держится без каких-то внешних опор и спокойненько себе стоит. На них можно встать, по ним можно попрыгать и ничего с ними не происходит. Очень удобно. И к ним получается из-за того, что это дерево, к ним можно прикрепить вот такие опоры и сделать чудесные арки для помидор, для подвязывания. Просто, ну, это эстетично, на мой взгляд. Я вот тут еще гирлянды навесила сверху. Короче, очень удобно, очень круто. Самое главное вот в этом всем, это на самом деле размеры. Мы с мужем думали, что достаточно будет сделать дорожку 60 сантиметров. И нам казалось, ну, что нормально, хорошая дорожка, приличная. Моя мама, умная женщина, сказала, что нет, надо делать дорожки минимум 90. И у нас было очень много сопротивления с той точки зрения, что ну как, у нас что, весь огород будут одни дорожки, и что мы туда посадим, у нас туда ничего не влезет, да? По итогу, какой у нас получился результат? Во-первых, здесь можно спокойно ходить с тачкой. Когда вот эти все товарищи начинают расти и раскидывать свои листья, у тебя все равно есть проход. И самое главное, я уже говорила, что у нас тут тенистый участок, и солнце у нас на вес золот, и тень от перекладины, грядки, которая стоит дальше к солнцу, в полдень, летом попадает ровно вот на эту доску. И получается так, что следующая грядка находится полностью на свету. И следующая грядка находится полностью на свету. Каждому растению хватает света. А для нас это критично, потому что света у нас действительно немного. Про конструкцию грядок. Тут все максимально просто, если сделать нормальную разметку, нормально отрезать и нормально сколотить. То есть, по сути, это доски сколоченные друг с другом, ну типа по системе, я не знаю, ящика или как это называется. Гвозди и доска. Собираем, получается, два гвоздя идут в торец, там 100-й, 120-й, какой есть, так скажем. И так как в торце ничего не держится, никакие гвозди, забиваем еще два по диагонали наискосок. И также наискосок забиваем по длине. Ну то есть, несколько гвоздей, чтобы грядка лучше держалась. И в принципе все. То есть, на соединение угла нужно четыре гвоздя, и там каждый примерно метр еще по гвоздю наискосок в следующую доску. Громко сказано, конечно, про конструктив арки, потому что по факту это три бруска, даже не отпиленных на самом деле, они как пришли, мы так их и поставили. И сколоченные одним гвоздем здесь, ну, соответственно, там также и четырьмя тут. То есть, вообще, в принципе, ничего сложного. Сложно было уговорить мужа, что нет, давай не колышки, давай арку. И это было, в принципе, самым лучшим решением, потому что у нас колышки, ну, вот такой высоты, а помидоры, как вы видите, у меня немножко другой высоты. И решила, раз у меня такие крутые грядки, надо взять крутые подвязки. Вот такие вот обалденные подвязки продавались в одном известном гипермаркете. 100 рублей за 5 метров, просто кошмар. А мне тут, я взяла себе много. Катушек 20 я себе взяла, по-моему. Ну, вообще, что-то запредельное. Но вещь обалденная. Во-первых, смотрится хорошо, ну, неплохо, хорошо смотрится. Во-вторых, и что самое главное для меня было, вот эта проволока, она мягкая и гибкая, и при этом крепко держит. И не травмирует кустик. Может показаться, что грядка, в принципе, небольшая, вылезает туда довольно мало корней помидор, да, ну, если мы говорим про помидоры. Но я бы садила еще меньше. Я на следующий год планирую, здесь у меня сейчас на длинной грядке, которая 2,5 метра, 7 кустов, я на следующий год посажу 4. Размер этот идеальный, потому что, во-первых, удобно обрабатывать. Даже с одной стороны, если ты находишься, можно дотянуться до другого конца. И вроде как, да зачем можно же там, чтобы ты с одной стороны до середины, и с другой стороны до середины. Но это, короче, надо бегать вокруг грядки. И мне это не очень было интересно. Я хотела прийти и сесть, и я, грубо говоря, с этого места и полила, и там что-то, а мне тут, в принципе, делать-то и нечего особо было. Ну, ветки, ну, листья тут обстригла, да, например. С двух сторон сразу здесь и здесь. И все. По длине, ну, я не знаю, у меня вот этот объем земли, который в грядке сейчас находится, он эту грядку не распирает ни в какую сторону. В моем детстве не было садово-гронических работ, в принципе, потому что, ну, некому было ездить. И лет 10 назад родители завели участок, и там начали экспериментировать. Эксперименты их привели к тому, что самое главное – это состав почвы. Состав почвы, грунта, он, в принципе, достигается достаточным количеством различного навоза. И самый лучший в этом вопросе – это кроличий навоз, потому что он, даже если его закопать, он не будет гореть, так, как делает это, ну, навоз крупно-рогатого скота. И можно сверху мульчировать. Мне не хватило ни денег, ни рабочей силы на то, чтобы поставить везде высокие грядки. У нас есть прекрасная возможность сравнить. Если вам кажется, что я какая-то обалденная хозяйка и чудо-садовод, я на вот эти помидоры потратила столько же времени, сколько вот на эти. Один раз подвязала и иногда поливала. Только здесь у меня, естественно, вся бечевка порвалась, все развалилось, там слизни пришли, это, ну, грядка эта невысокая. Причем, что здесь у меня тоже есть кроличий навоз в хорошем количестве, там земля неплохая, не сказать, что прям отличная, но неплохая. Но вот он находится вот так в земле. И то, что, ну, реально времени одинаково у меня, что на те, на что на те ушло, практически нисколько. Говорю еще раз, я их один раз подвязала и иногда поливала. Но здесь я тоже не полола, но здесь у меня и довольно неплохой слой соломы в качестве мульчи. Но тут другая ситуация. У меня тут зарастает, она снаружи, эта грядка. Во-первых, сюда и лезть неохота, потому что все это зарастает и вот так вот. А здесь как-то и приятно работать. Ну, тоже работать. Че там, ходишь, смотришь, вот так вот делаешь. О, работа, вот так, о, все, наработалась. По поводу крылячьего навоза, да, потому что это вот именно, это, конечно, уникальная субстанция. И мне, конечно, супер повезло, что у моей мамы есть лишнее, да, и она готова со мной поделиться. И вы скажете, что, а негде взять, у меня ни кроликов, ничего. Ну, я думала на эту тему, и мне кажется, что проще всего найти людей, которые продают кроликов в плане тушками. На Авито, ВКонтакте, еще где-то. Ну, как правило, или, как правило, у кого-нибудь хотя бы один знакомый фермер все равно есть. Вот у него спросите, если у него огород уже не нуждается в этом чудесном удобрении, то, возможно, он с вами с радостью поделится, особенно, если это будет самовывоз и самоуборка, я вас уверяю. Конечно, в идеале, чтобы вот эти мешки с навозом постояли хотя бы там полгода. В идеале. Это вообще тогда будет муа. Они пахнуть не будут. Но вообще, справедливости ради, оно не сильно пахнет, если достаточно сухое. То есть, если это все лежало на земле, лишняя, так скажем, влага оттуда уходит, и вонять, по сути, перестает. Он пахнет перегноем практически сразу же. Поэтому переживать за какой-то запах, как от конского или как от коровьего, ну, не стоит. Как и во всем, конечно, у этих грязок есть определенные минусы. Но, во-первых, их надо сделать. Ну, это какие-то трудозатраты, да. Если серьезно, то есть такой небольшой минус, так как эта доска, я бы даже не... Ну, не то, что не сухая, она была прям мокрая, когда мы ее взяли. Мне кажется, ее в тот же день пилили, она была прям, с нее сочилась. Она не строганная, она сабля, и со всеми вытекающими. Конечно, где-то есть в конструкции какие-то щели. И особенно при засушливой погоде, когда, ну, там давно не поливаешь, они там чуть, все равно земля подсыхает, сочится с нее, да. То есть вытекает снаружи на то, что у нас вокруг. И вытекает, и да, между, вот, по дорожкам, мне приходилось с тяпкой, ну, это все просто, ну, по сути, скашивать. Что еще из минусов? Доска не строганная. Какой-то с точки зрения кажется, что, ну, не самая приятная, вроде как, что она не гладенькая. Но с другой стороны, или что мне ее трогать? Ну, по большому-то счету. То есть я же об нее... Это же не кухонная столешница, да, по которой надо прям... Ну, стоит она и стоит. Плюс с той точки зрения, как мне кажется, что слизням она не нравится, они по ней не ползают. Минус, конечно, ну, типа, на ощупь не очень приятно. Но с другой стороны, строганную доску, что ли, на грядке брать? Строгать кубометр сосны? Тоже сколько ножей надо на рейсмусе поменять, чтобы ее выстрогать? И кто мне это будет делать, главный вопрос. Поэтому мы оставили так, как есть. Возможно, если мне что-то там приспичит, я там каким-нибудь электрорубанком, может быть, пройдусь, чтобы они были более гладкими. Но, честно говоря, нормально. И так, ну, нет в этом какого-то глобального смысла. По поводу бюджета и по поводу экономической какой-то там выгодности. Я думаю, все же прекрасно понимают, что на шестисотках ничего выгодного никогда не вырастить, потому что это не тот, не те масштабы, не та площадь. Единственное, что ты здесь можешь сделать, сделать что-то по кайфу для себя, чтобы тебе нравилось, чтобы там угостить себя, своего мужа, ну, и, может быть, свою подругу какую-нибудь одну. И все. Поэтому говорить про экономическую выгодность ну, совершенно не имеет смысла. Я прекрасно понимаю, что эти 17 600 в помидорах ну, не отобьются примерно никогда. У меня осталось еще пять шестиметровых досок, и мы сейчас по-быстрому соберем грядочку и покажем, как мы ее собираем, как мы ее наполняем. Делаем разметку. У меня ширина грядки 80 сантиметров, внутренняя доска будет 70 сантиметров, потому что по 5 сантиметров с каждой стороны это будет толщина доски. Главное, ровно отпилить, чтобы были ровные грядки. Все, поехали. В целом практически все лесопилки или какие-то места, где можно приобрести материал, там можно заказать и распил. Ну и дальше уже собрать на гвозди уже не так сложно, потому что все-таки нужна торцовка, с ней и удобнее, и точнее, и, соответственно, все это получается красивее. Эта доска мне не подходит, потому что, покупая 50-ю доску, получается, у нас есть доска, 45, 45, 42. А вот эта доска 55. И 55-42 вообще никак не стычится, хотя это все типа полтинник. Ну, ладно, что-нибудь другое из нее сделаем. Купить 6-метровые доски, конечно, дешевле, чем заказать распил, но носить их нужно вдвоем. Ну, вот так вот это. Так как материал очень кривой, делать ровно лучше уже по месту, потому что в отрыве от места все равно все будет криво. Сколачиваем на гвозди, чтобы легче было колотить, сначала делаем отверстие вот такое вот по изоленту, а потом уже убиваем гвозди. Это надо заснять, говорю, у меня тут прямой угол. Я вот не знаю, мне кажется, хотя бы вот так, да? 200 и второй. 10,9 миллиметр туда-сюда. На низ мы кладем картон, ну, какой есть. В данном случае у меня нормальный листовой, ненужный, так скажем, кончился, поэтому буду использовать грохотки, ничего страшного. Это нужно для того, чтобы, во-первых, грядка удерживала влагу, а во-вторых, там какие-то сорняки, им было не так просто пробиться сквозь этот слой. Это опилки перемешку с навозом. В саду много старых яблонь, я не успею их перерабатывать, они превращаются примерно вот в это. Это тоже все прекрасно можно сюда сыпать. Еще слой опилок из-под бройлеров. Как сделать грядку не из земли, да? Без участия земли. По сути, я готовлю, ну, так, по-хорошему. Это просто компостная куча. Та-дам! Готово! Фух, на следующий год будет просто песня. Конечно, нужно инструмент, да, чтобы сделать более-менее ровный. Выбор прост. Либо ты покупаешь инструмент, либо берешь его в аренду, либо платишь за распил. И все. Другого способа получить ровные доски нет. У меня есть какой-то опыт помощи папе, я ему там частенько помогаю, и молоток держать умею. Да и то я колотила неровно, у меня какая-то доска, я отпилила криво, там пил не с той стороны черты был. Ну, в целом, мне нравится конструкция. Девчонки, не обязательно ждать мужиков, чтобы получить грядочку. Конечно, вы, ну, немного подустанете, но, в принципе, это сделать возможно. А если честно, лучше нафиг заедите мужиков, и все пусть сделают. В общем, мамулечка, я официально заявляю, что у меня тут столько помидор еще не было. Даже тогда, когда я у тебя забирала помидоры, у меня их столько не было. Смотри, какие красавцы. Ой, тут у него пасти. И какие кусечки. Не было у меня столько еще помидоров. И это причем, что я уже сушилку полную зарядила. Если вам понравились мои помидоры, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите комментарии внизу. Я буду рада их почитать. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok